Генеральный спонсор программы Аббат Сервис Корпус 1 Телефоны 419500-419502 Всем привет! Мы вновь находимся в магазине SPAR Вот в нашей такой скромной студии Программа «Жуть с ним» Сегодня мы будем готовить кашу Ну не обычную, а детскую кашу И поможет мне в этом, хотя скорее всего я ей буду помогать Солистка театра Байкал Горелмажа Алсанова Все верно? Да Все правильно, да, Светлана? Все, проходи Привет Привет Мы уже виделись с Горелмой Сегодня появился повод с ней еще раз увидеться Это твой сольный концерт Когда он будет? 17 октября 17 октября, а где? В Бурецком драмтеатре В Бурецком драмтеатре, все здорово Горелма, что будем готовить? Давай, рассказывай, что за каша Будем готовить обычную рисовую кашу Ну не обычную Да, потому что зачастую у родителей, у всех, мне кажется, бывают проблемы То, что как бы заставить ребенка съесть кашу Детскую кашу? Да, детскую кашу Ты как мама сейчас, правда? Да, да Поэтому будем необычно ее подавать Все, ну поехали тогда за продуктами И потом все увидим Если каша рисовая, значит нам нужен рис, да? Рис Что еще нам нужно? А сразу, если нам нужно молоко, то оно вот здесь Да, молоко, 2 литра молока Два литра молока Вот, 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 вот А, ну вот, 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 вот Есть вот такое, смотри Молоко Да, лучше в пакетиках В пакетиках такое? Сколько нам надо? Два литра, да? Да, этого достаточно Это литр? А, это литр, да Два литра молока А почему лучше в пакетиках? Ну, я не знаю Мне кажется, что это натуральнее Да? Это твой личный вывод Да Может, это миф, но я верю в это Так, виноградка Давай, виноград давай Так, нам очень-очень мало Все, что не хватит, мы съедим А, хорошо Все, давай Горсть, да? Или гроздь винограда Вот яблочко Одно, да? Одно, одно Ну, давай, лазим сюда В принципе, это все, да? У нас все куплено? Ну, в принципе, да А, рис еще остался Рис и масло сливочное Масло сливочное Рис лучше брать круглый Круглый? Да, чем для риса? А чем он отличается от не круглого? Ну, на кашу Длиннозерный, да, еще? Длиннозерный, да Ну, можно вот Круглозерный Круглозерный Что, мы его берем? Да Лучше, наверное, бурятского Да, наверное, конечно Наша всегда лучше Да Она же ближе Да Все? Все? Все куплено? В общем, друзья Я это все дело Сейчас пробью на кассе А с вами встретимся Уже в нашей студии Ну вот, друзья Мы наконец-то Здесь В нашей студии У нас уже все куплено Чуть позже Мы будем готовить рис Потому что его готовить Не так уж и долго А начнем, я думаю С приготовления украшательства Да, нашего блюда Давай, Грилма По сути дела Нужно только одно яблоко нарезать Да, все остальное Поэтому я сегодня Вообще почти отдыхаю, ребят Давай, Грилма Начнем уже общаться Откуда ты Где ты живешь Где родилась Это мы уже все знаем Из прошлой передачи Давай ближе К актуальной теме Каким вот образом Тебя занесло На сольный концерт Как давно готовила? Сольный концерт Ну, вообще Если честно У меня сольный концерт Уже был Это весной А, вот Весной Да Первый Сольный концерт Сольный концерт Сольный концерт Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому, ну, я не знаю, как-то так, долгий перерыв был у меня до 13-го года. Слушай, ну, надо новый альбом, то есть, ну, а где можно скачать вообще, где-то можно послушать твои песни? В интернете, да, они есть, так, ну, разрозненно, да? Да. А вот конкретно так, чтобы, ну, там, купить и подарить кому-нибудь, такого нет? Нет, уже нет, да. Уже нет, да. Слушай, ну, я тебе желаю вообще новый альбом поскорее выпускать, ну, потому что такая база песен, да, не должна просто так пропадать. Хорошо. Хорошо, также помимо того, что у тебя, помимо того, что ты прекрасная жена, да, послушная, так сказать, и сидела дома, я, так понимаю, у тебя еще тупо времени не хватает, потому что ты открыла свой детский садик. Да. Как вообще человек, который, так сказать, артист по призванию становится, вот как правильно тебя назвать, бизнесвумен, да, или как, ну, что ты? Как, вот какой ты класс человека теперь в нашем обществе? Артист, бизнес-артист. То есть, вообще, садик ты открыла для того, чтобы, как, чтобы заработать на нем, или... Скорее всего, в общем, там история... Нет, не то и то, давай, ну, расскажи, все, очень интересно. Скорее просто, ну, мне кажется, наибанальнейшее в нашей стране, да, в нашем Бурятии и так далее, и среди молодых мам. У меня просто вот ребенок, ей два годика, ой, три годика сейчас исполнилось, да, просто некуда вот, ну, перестроить в садик. Не было ходить в садик. Не было садика давно, да? Ты решила, плевать, открою свой? Я ходила по всему городу, я смотрела все, ну, и обычно, я очень щепетильный человек, поэтому вот хочется все самое лучшее и так далее. Ну, конечно. И как бы мы решили сестрой организовать собственный садик, тем более у нас огромный дом на левом берегу, он как бы пустовал, поэтому мы решили его переделать под садик. Как называется этот садик? Островок в Сибирике. Островок в Сибирике, ну, слушай, круто. Сколько у вас детей в вашем садике? На данный момент у меня 10 детишек, ну, это одна группа. Так, 1 октября. А, 1 октября, и уже одна группа есть? Ничего себе, ну, слушай, ну, у вас там... Ну, мы решили, что уже на вторую группу, она будет уже постарше, дошкольного, да, в возрасте? Все здорово, молодцы. Ну, слушайте, вот всем мамам советую такой же прыти, да? Ну, то есть не всем, конечно, а то если каждый откроет садик, то у вас будет ребенок один в садике, у каждой. Я думаю, ну, все равно, если вдруг у вас какая-то возникает проблема, действительно некуда ходить в садик, берите ноги в руки и делайте, думаю, для своих детей будущее сами. Что самое, вот расскажи, самое сложное, ну, как для тебя, как для человека... А, давай, нет, по-другому. Кто работает у тебя в садике в воспитательнице? Вы с сестрой или... У меня, да, сестра, потому... Она дипломированный, да, воспитатель? Да, да. Круто. У нее огромный опыт работы с детьми, она и в школе работала, получается, с дошкалятором. Сейчас, я так понимаю, тебе придется нанимать еще одного воспитателя. Да. Вот каким, как тебе кажется, должен быть воспитатель, вот, ну, как для своего ребенка, ты бы какого виденого воспитателя? Ну, безусловно... Вот я сейчас просто к тому, чтобы, ну, мало ли, вдруг нас смотрят какие-то воспитатели без работы, да? Сидят и думают, блин, куда бы устроиться, а тут как раз ты и... На телефоне уже целый набор, да, уже приходили, уже... Все равно, мало ли, вдруг кто-нибудь увидит, давай, все критерии от возраста, можно сказать, до цвета волос вообще. Ну, вот по образованию я не... Ну, конечно, надо, чтобы образование, да, было, но в первую очередь, мне кажется, вот, отношение к детям было такое вот прям врожденное, так скажем... Любовь, да? Врожденная любовь к детям. Это ведь тоже непростая работа, там, индивидуально подходная тех ребенка, мне кажется, очень сложно. Я вот буквально вот бываю в садике, ну, после работы и так далее. Мне кажется, это такая вообще работа вообще, я не представляю. Ну, ты вот, ты как мать двоих детей, как тебе кажется? Вот, готова иметь 10 детей в своем доме, а? Готова на этот подвиг? Ну... Или глядя вот на свою первую группу, не двоих вообще, вот, спасибо, слава богу. Нет, ну, вот быть прям матерью-героиней пока, наверное, нет. Нет, да? Ну, может быть... Сложно, сложно сейчас. Да, конечно. И реально сложно. Ну, слушай, для меня это, честно, тоже сложно. Я, когда прихожу в садик за своей дочкой, я тоже думаю, как вообще тут с ума не сойти с этими детьми, которые все лезут и что-то спрашивают у тебя. И надо же что-то отвечать им, и желательно без мата. Все-таки взрослые люди. Ну, ладно, хорошо. Давай, вернемся опять к твоему творчеству. Даже, скорее всего, к тому, как вообще у тебя получается совмещать и творчество, и вот этот, так назовем его, бизнес, да, твой? Как получается, кто помогает или что помогает тебе? Так, ну, работу и бизнес. Ну, это все работа, я думаю, в любом случае. Ну, да. Как вообще это у тебя получается? Ну, просто. Просто? Потому что мне нравится это. А, самое главное условие, да? Да, когда тебе что-то нравится, ты же буквально растворяешься в этом. Ты не замечаешь ни усталости, там, я не знаю. Ничего, ну, тебе хочется стремиться, да, это делать? Да, да, мне нравится, и я, надеюсь, буду делать в будущем. Здорово. А вот помимо того, что, получается, ты как солистка Байкала будешь выпускать сольный, какие еще у самого коллектива Байкал, ну, что-то новое веяние есть? У самого Байкала? Что-то сейчас должно нас обрадовать? Так, у нас сейчас вот будет премьера, уже был предпоказ, сейчас будет премьера «Легенда имени Байкала». А, да-да-да, я читал, слушай, точно, я читал. И что там вообще? Что это такое? Ну, это вообще грандиозная вещь, так скажем. Грандиознее, чем дух предков? Ну, конечно, это одно с другим не сравнишь. А, да, абсолютно разные проекты. Да, просто вот мне по духу почему нравится? Потому что вот там очень много живой музыки. То есть живое исполнение, абсолютно такой фольклор. Знаете, вот сидишь в зале, вообще прямо растворяешься в этом. Такое чувство, что где-то сидишь не в зале, да? Да. Нет, такое ощущение, как будто ты вообще вот туда, вот. Ну, где-то там, в тех временах, да? Да, да, да. Слушай, где собирали эти мифы? Эти мифы собирали вот непременно вот создатель и режиссер, это мой брат, Жаргажил Сану, да? Он очень много, конечно, вот читал перед тем, как это делать. Ну, я не знаю, буквально я не знаю, как это все вообще в голове у человека рождается, да? Но вот сейчас, на сегодняшний момент, я смотрю прямо, я в шоке. Мне очень нравится. Это вообще, ну, для меня на самом деле удивительно, потому что я, если честно, кроме мифа о Бангаре, да, там, я больше вообще других мифов не знаю. Ну, как бы, ну, там, может, еще парочка, да, там, и еще сказки про Будамшу, ну, это как бы все сказки. А тут конкретно мифы. Ты конкретно кого там играешь? Я... Вообще принимаешь участие? Я принимаю, да, в массовке. В массовке. Да. Солистов всегда в массовке. Потому что это такой проект, где вообще, это массой, прямо, ну, там. Ну, там, группа, да, наверное, в массовке людей. Мы все, вот, солисты, поем, вот, фольклорные вещи и так далее, там, разноголосие и так далее. Ну, в общем, очень круто. Стоит сходить. Да. Ну, сразу после того, как сходить на то и, да, там, сольный концерт, надо сразу потом... Ну, да. Так, давай здесь сразу разберемся. Ты что-то уже тут нарезала? Что это где? Так. Расскажи нам. Это копыта. Это ручки. Вообще мы делаем, вот, мы будем украшать кашу свою, да? Угу. Как стоит? Кто у нас будет? Потому что, как опытная мама, я знаю, как трудно вообще заставить ребенка съесть кашу по утрам. И от каши зависит очень большое, ну, много. И настроение ребенка и так далее. Поэтому мы делать, будем вот, украшать именно вот мультяшный герой, вы, наверное, знаете, Нюша. Ой, нет, барашек. Барашек? Барашек, да, да, смешариков. Да-да-да, помню такого. Я-то, конечно, знаю. Это ручки, это ножки, глаза и так далее. Ну, классно. Ну, нам буквально, друзья, осталось приготовить рис. Уже, в принципе, украшения-то готовы. Ну, а чтобы вы не скучали, посмотрите нашу новую рубрику «Советы шеф-повара». Здравствуйте, меня зовут Баир, я шеф-повар ресторана «Самурай». Дорогие телезрители, сегодня я вам расскажу, как сделать рис белоснежным. Для этого надо перед варкой добавить немного уксуса. На килограмм риса берем чайную ложку уксуса. С вами был Баир, шеф-повар ресторана «Самурай». Готовьте правильно! Дорогие телезрители, сегодня я вам расскажу, как сделать рис белоснежным. Дорогие телезрители, сегодня я вам расскажу, как сделать рис. Ну вот, друзья, блюдо готово. Это у вас бараш, это для детей, которые еще смотрят «Смешариков». Я сделал кашу для детей, которые уже «Смешариков» не смотрят. Здесь чуть поинтереснее, 18+, это Памела Андерса. Ну, уже после того, как она удалила грудь. Видите, голова чуть больше. Ладно, собственно говоря, ну, если честно, мне очень понравилось. Вообще, блюдо, я считаю, шикарнейшее. Обязательно сделаю своей дочке, потому что вот прям... Почему-то у меня фантазия не работала в эту сторону. Но это, видимо, вот мама все-таки, да? Все-таки играет мама. Хорошо. Гралма, давай вот в эту камеру любые пожелания, все, что угодно своим зрителям, поклонникам, детям. Всех приглашаю 17 октября на свой сольный концерт. Все. Приходите с кашей обязательно. Или, нет, вначале поешьте кашу, а то будете сидеть там лопать, как будто кашу не ели. Все, друзья, мы начинаем жевать эту замечательную кашу, есть. Я свое, ты свое. Я думаю, ваши дети тоже в данный момент захотели вот что-то подобное. Ну и не дай бог вот такое. Рисовая каша детская. Круглозерный рис промыть, сварить в молоке, постоянно помешивая. В конце добавить сливочное масло. Для украшения можно использовать всевозможные фрукты. Супермаркеты Спар приглашают за приятными покупками. Ждем вас по адресам проспектов самобилистов 4А и 113 микрорайон 3А. Имидж ведущего салон красоты секрет. Улица Жуковского, 7, телефон 575-575. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok